Михаил Зощенко Административный восторг Хочется рассказать про одного начальника. Очень уж глубоко интересная личность. Оно, конечно, жалко, не помню, в каком городе это личное существует. В свое время читал об этом начальнике небольшую заметку в Харьковской газете, а насчет города позабыл. Память дырявая. В общем, где-то около Харькова. Но на это и не суть важна. Пусть чай-население само разбирается в своих героях. Небось узнают. Фамилия. Дрожкин. Так вот, извольте видеть, было это в небольшом городке. Даже по совести говоря, не в городке, а в местечке. И было это в воскресенье. Представьте себе. Весна. Весеннее солнышко играет. Природа, так сказать, пробуждается. Травка, возможно, что зеленеть начинает. Население, конечно, высыпало на улицу. Панели шлифуют. И тут среди населения гуляет собственной персоной. Помощник начальника местной полиции. Товарищ Дрожкин. С супругой. Прелестный ситцевый туалет. Шляпа, зонтичек, калоши. И гуляют они, ну, прямо как простые смертные. Не гнушаются, прям так и прут под ручку по общему тротуару. Доперли они до угла бывшей казначейской улицы. Вдруг стоп. Среди, можно сказать, общего пешеходного тротуара. Свинья мотается. Такая довольно крупная свинья. Пудов может быть на семь. И пес ее знает, откуда она забрела. Но факт, что забрела, явно нарушает общественный беспорядок. А тут как на грех товарищ Дрожкин с супругой. Господи, твоя воля. Да может, товарищу Дрожкину неприятно на свинью глядеть. Может, ему во внеслужебное время охота на какую-нибудь благородную часть природы поглядеть. А тут свинья. Господи, твоя воля. Какие неосторожные поступки со стороны свиньи. И кто такую дрянь выпустил наружу? Это ж прям невозможно. А главное, товарищ Дрожкин вспыльчивый был. Он сразу вскипел. Это кричит чья свинья. Будьте любезны ее ликвидировать. Прохожие, известно, растерялись. Молчат. Начальник говорит. Что же это делается средь бела дня? Свинья прохожих затирают. Шагу не дают шагнуть. Вот я ее сейчас из револьвера тяпну. Вынимает, конечно, товарищ Дрожкин револьвер. Тут среди местной публики замешательство происходит. Некоторые более опытные прохожие с большими, так сказать, военными стажами. В сторону сиганули в рассуждении пули. Только хотел начальник свинку угробить. Жена вмешалась. Супруга. Петя. Не надо ее из левольвера стрелять. Сейчас, может быть, она под ворота удалится. Он говорит. Не твое гражданское дело. Замри на короткое время. Не вмешивайся в действия милиции. А в это время из подворота такая небольшая старуха выплывает. Выплывает такая небольшая старушка и что-то ищет. Ах, дегус. Да вот же, где мой кабан. Не надо его, товарищ начальник, из предсталета пужать. Сейчас я его уберу. Товарищ Дрожкин обрыто навспылил. Может, ему хотелось на природу любоваться. А тут, извиняюсь, неуклюжая старуха со свиней. Ага, говорит. Твоя свинья. Вот я ее сейчас из револьвера трахну. А тебя в отделение отправлю. Будешь свиней распущать. Тут опять жена вмешалась. Петя, пойдем, ради бога. Опознаем же на обед. И, конечно, по глупости своей супруга за рукав потянула. Дескать, пойдем. Ужасно побледнел начальник милиции. Ах так? Вмешиваться в действия и распоряжения милиции? За рукав хватать? Вот я тебя сейчас арестую. Свистнул товарищ Дрожкин постового. Взять, говорит, эту гражданку. Отправить в отделение. Вмешивалась в действия милиции. Взял постовой неосторожную супругу за руку. И повел в отделение. Народ безмолвствовал. А сколько жена просидела в милиции? И каковы были последствия семейной неурядицы? Нам неизвестно. Об этом, к сожалению, в газете ничего не говорится. Продолжение следует...